Сейчас. Всем привет, с вами я, Алена Чайкина. Добро пожаловать на мой YouTube канал. И сегодня я решила снять видео вопрос-ответ, поэтому попросила вас написать в моем телеграме свои вопросики. Их было очень много, я выбрала самые интересненькие и остренькие для вас. Так что спасибо вам большое за ваши вопросы и погнали на них отвечать. Алена, сколько тебе лет? А сколько вы мне дадите? Вообще-то неприлично задавать такие вопросы. Около 15 и 25, где-то такой промежуточек. Гадайте. Если вы угадаете, сколько мне лет в комментариях, я вас лайкну. Погнали. Ну без погнали можно просто. Мне 20. Алена, что у тебя было с Егором Шипом? Короче, рассказываю. Мы встретились с Егором в общей компании, сняли видео и, в принципе, больше мы с ним не виделись. Вообще, Егор прикольный парень, но как-то не мой вайб. Мне ближе вайб Вале карнавал. Кстати, у меня есть один маленький и очень грустный секретик, о котором вы даже не догадываетесь, поэтому досмотрите это видео до конца, чтобы узнать мой главный секрет. Настя, твоя родная сестра? Нет, мы с ней двоюродные сестры. Ну вообще, где-то в глубине души мне кажется, что Настя моя родная сестра, потому что наш коннект, вайб и совместное время при... Ну все. Сейчас, секунду. У нас офигенный коннект и прекрасный вайб. Вы живете вместе с родителями или нет? Что я им скажу? Что мне им ответить? Я не понимаю. Поскольку Настя учится еще в школе, она закончила 9 класс и сдала ОГЭ, и она планирует учиться до 11 класса, ее со мной в Москве нет, но я думаю, что когда она вырастет, я ее заберу к себе, и мы будем с ней тусоваться вместе. А я живу отдельно уже 3 года. С 17 лет я переехала в Москву, и как-то тут осталось. В общем, она живет с родителями, я живу одна. Алена, меня хейтят в школе. Что мне делать? Меня тоже хейтили в школе, поэтому я прекрасно понимаю людей, которые с этим сталкиваются. В 11 классе я пришла на 1 сентября, и меня благополучно захейтил весь класс. А знаете за что? За то, что я сняла ролик в ТикТок, который набрал 45 миллионов просмотров. На протяжении двух недель ребята, я не знаю, возможно, они вообще сговаривались, каждый день подходили ко мне, садились за парту или где-то на перемене, или в столовой, подходили и говорили, когда ты удалишь ТикТок, хватит нас позорить, зачем ты это делаешь? И всякие подобные словечки. Через 2 недели мои нервы были просто на пределе, и я не выдержала очередного глупого, дурацкого, просто ненормального вопроса, и решила пойти в туалет поплакать. И пропустила урок литературы. В общем, этот хейт длился настолько долго, что я даже не пошла на свой выпускной в 11 классе. Но потом, когда я уехала в Москву, буквально через пару месяцев, перешла на дистанционное обучение, познакомилась со всеми крутыми блогерами, сняла с ними видосы, заколабилась, и потом вернулась в школу сдавать ЕГЭ, со мной все хотели дружить. Так что, если тебя хейтят, значит, ты явно что-то из себя представляешь, а они просто завидуют. Так что ты красотка, продолжай в том же духе, иди вперед и не останавливайся, а главное, не обращай внимания на всяких дураков. Кем из блогеров ты общаешься? Вообще, я знакома со многими блогерами, но плотнее всего общаюсь с Сеней, Абрикосой, Хомой и всей нашей бандой. Мы круто проводим время вместе, прикалываемся, подкалываем друг к другу. У нас общий валь. Алена, где ты живешь? Я родилась на очень маленьком острове рядом с Санкт-Петербургом, и всю жизнь мечтала оттуда переехать. Я думаю, многие из вас тоже живут в маленьких городах и мечтают оттуда уехать, куда-нибудь в Питер, в Москву или какие-то другие города и страны. По итогу, я живу в Москве, снимаю квартиру уже здесь три года, и я даже подумать раньше не могла, что я здесь буду жить. Поэтому, если будете рядом, заходите в гости. На чай. Только если вы не маньяк. Как ты решила стать блогером? Вообще, я всегда хотела быть блогером. Мечтала об этом. Смотрела их и представляла, что на их месте сижу я, обещаю, что на ютубчике меня смотрит много людей, пишут мне комментарии, общаются со мной. Но в реальной жизни я очень закрытый человек, и мне очень тяжело общаться с людьми. Я очень стеснительная, неразговорчивая, скромная девочка. Вы даже не представляете, сколько раз я перезаписывала вот это видео. Но, несмотря ни на что, у меня была правда искренняя мечта стать блогером. Каждый раз, когда я брала в руки камеру, я преодолевала свои страхи, комплексы, неуверенность, стеснение и все, что мне мешает в реальной жизни. Но я не сдавалась, и потихонечку, потихонечку, потихонечку мои видео начали заходить. И через какое-то время я набрала вообще полтора миллиона подписчиков в ТикТоке. И что думаете? Его заблокировали. Но я не расстраиваюсь, потому что все у меня впереди, и я начала вести ютуб, другие социальные сети, и кажется, все получается. Но, если вы мечтаете стать блогером, или у вас есть какая-то другая мечта, не сдавайтесь, идите вперед и верьте в себя. И у вас точно все получится. У меня же получается вроде. Хо-хо-хо. Но. Кто круче? Влад Бумага или Мистер Бист? Вообще, они оба крутые. Но мне тут нашептали птички, что Влад Бумага заимствует видео у Мистера Биста. Но это не важно. Даже если Бумага заимствует видео у Биста, то делает он это классно, весело, и это набирает много просмотров. И вообще, мне кажется, он веселый парень, но мне по душе больше Мистер Бист. Много ли у тебя подруг? На самом деле, я очень закрытый человек, и у меня очень мало подружек. С одной девчонкой мы дружим уже 8 лет, она из моего родного города, мы с ней познакомились в пятом классе. А когда я переехала в Москву, я нашла себе двух подружек за эти 3 года. И я считаю, что это просто победа для меня. Девчонки, привет! Они смотрят мои видео, я знаю. Короче, у меня 3 подруги, а пальцев 10. Так что, может, мы с тобой подружимся? Какой у тебя рост? Я вам сейчас продемонстрирую. Метр 54. Лайфхак для девочек маленького роста. Если к тебе подходит девочка и говорит, я выше тебя, а ты ей отвечай. Ты не выше, ты диней. Ну да, с юмором не очень. Что бы я делаю? Кстати, напишите, какого роста вы. Посмотрим, самая ли я маленькая из вас всех. Ты пукаешь в общественных местах? Вот такие вот высокоинтеллектуальные вопросы я и ждала. Нет, мы, девочки, не пукаем. Мы принцессы. Как ты училась в школе? До 9 класса я была хорошисткой. А в 10 и 11 классе что-то как-то все пошло не туда. Или я пошла не туда. В общем, я начала прогуливать и забивать на уроки. Но, но, ЕГЭ я сдала и поступила на вышку. Сейчас я перехожу на третий курс журналистики. Алена, веришь ли ты в магию? Девочки, верю. Секунду. Будущий таролог Алена. С вами на связи. Сейчас. Ты лайк не поставила? Ставь быстрее. Ты чё? Как я тебе сейчас буду гадать? Энергетику надо настроить между нами. Давай. Так. Надо задать правильный вопрос. Будет ли счастлив человек, который подпишется на меня? Двойка кубков. Естественно. То есть мы с вами станем крутыми друзьями. Что с маньяком? Его нашла полиция. Ребята, я думаю, вы смотрели мои предыдущие ролики. Я посвятила этому аж 4 видео и рассказала историю о том, как нас преследовал маньяк. Мы написали заявление в полицию. Прокуратура разбирается с этим делом. И, кстати, он писал нам с анонимного номера в телеграме. И полиция узнала его настоящий номер телефона. Я, конечно, не хакер. Но, кажется, я нашла его страничку в ВК. В общем, пока что мне нельзя его показывать. И, в принципе, я уже знаю, как он выглядит. У меня есть его фотографии. Я знаю, где он живет, где он находится, как он выглядит, кем он работает. И просто всю информацию о нем. Через пару дней, когда закончится эта история с документами, я смогу выложить его страничку. И фотографии. И вообще все, что связано с этим человеком. Так что приходите в мой ВК. Скоро я выложу всю информацию про этого человека и ссылочку на его личную страничку. И вы сможете увидеть его в лицо. С кем из блогеров ты бы хотела снять видео? Ну, вообще, я знакома со многими блогерами, а с теми, с кем я не знакома, могу познакомиться через знакомых и стать их знакомой. Но блогеров так много и знакомых так много, что я даже не знаю, с кем мне нужно снимать видео. Поэтому напишите в комментариях своих любимых блогеров. И, возможно, я с ними познакомлюсь, стану их знакомой и сниму для вас видео. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И я помню, что я обещала вам рассказать свой секрет. Так вот, мало кто об этом знает, но 4 года назад я сломала позвоночник. И училась заново ходить, сидеть и так далее. В тот момент меня бросили друзья, у меня была моя первая любовь, которая тоже меня бросила. В этот момент я проходила реабилитацию и училась заново сидеть и ходить. В общем, история на самом деле очень тяжелая и печальная для меня. Если вы хотите, чтобы я сняла видео на эту тему и подробно рассказала, как я сломала позвоночник, как я восстанавливалась, то набирайте 3000 лайков под этим видео, и я пойму, что вы точно хотите, чтобы я рассказала свою грустную и очень тяжелую историю. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока!